Эта трасса ведёт из города Тано на юге Японии в город Синдай и далее на Фукусиму, до которой отсюда примерно 400 километров. Журналист агентства Рейтер измеряет уровень радиации с помощью счётчика Гейгера, постепенно передвигаясь на автомобиле из Тано в направлении аварийной атомной электростанции Фукусима-1. Эксперимент происходит 20 марта. По мере продвижения журналиста радиационный фон повышается. В Синдай счётчик показывает уже 35 микрорентген в час, что в четыре раза выше, чем в Тано. По данным Всемирно-ядерной ассоциации, люди подвергаются естественному облучению в 200-300 тысяч микрорентген в год. Это от 23 до 34 микрорентген в час. Высокая доза радиации, полученная в короткие сроки, вызывает ожоги или лучевую болезнь, а также увеличивает риск заболевания раком, приводит к преждевременному старению или смерти. Синдай находится посередине между Тано и Фукусимой. Жители города обеспокоены. «Что касается радиационного воздействия, меня беспокоит уровень радиации в воздухе. Я пытаюсь получить информацию, например, слушаю радио, а когда выхожу на улицу, всегда надеваю маску. Я стараюсь дышать неглубоко». Тем временем в воскресенье японские специалисты на немалом расстоянии от аварийной АЭС обнаружили в молоке, шпинате и в водопроводной воде радиацию, уровень которой превышает национальные нормы безопасности. Японское правительство проводит дополнительные проверки и в зависимости от результатов может запретить продажу и отгрузку продовольственных товаров из регионов, близких к зоне заражения. По заявлению властей, радиоактивная пыль также была найдена на большей территории Токио, но риска для здоровья людей нет.